Сегодня успех является важной составляющей в жизни. И часто мы ищем любой способ добиться его, невзирая на препятствия. Но приносит ли успех счастье? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас Елена Сергеева. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам, что сегодня вы с нами. Елена, хочу начать с такого вопроса. Скажите, знакомы ли вам ощущения успеха? Да, я хочу сказать, что мне знакомо это ощущение. Расскажите, вообще это ощущение, оно вам доставляло удовольствие какое-то определенное? Конечно, вообще в этом мире человек стремится и считает вообще самым высшим удовольствием, наверное, когда ты продвигаешься по лестнице успеха, когда тебя уважают друзья, коллеги. И мне это очень знакомо, мне это приносило большое удовольствие. Я считала, что в этом и есть смысл. А ощущение счастья приносило? Когда праздник заканчивается, когда вот эта мишура облетает, и ты остаешься один на один, у тебя появляются вопросы, на которые тебе никто не может дать ответ. И вот этот голод, который возникает у тебя внутри, он невосполнимый. Ты не знаешь, где его уторить. Но, к сожалению, да, я могу сказать, что один на один ты опустошенный находишься, тебе очень тяжело. А вот с детства начнем, да, вы же успешны всегда были, и в хореографии вы очень хорошие успехи достигали. Мама рассказывала, что вы всегда были таким достигатором, да, определенных высот удавалось вам достигать. И в карьере, институт культуры закончили свое время. Вот расскажите об этом периоде. Вот этот путь успеха для вас был, наверное, ощущением таким, да, вызывал счастье именно для вас в вашей жизни? Ну, что касается хореографии, которой я занималась с самого детства, начала заниматься, где-то мне было 5 лет, на самом деле это огромный труд. И когда ты приучаешься трудиться и приходишь к тому, что у тебя что-то получается, конечно, ты чувствуешь прилив радости, энергии. Но в то же самое время это тебя очень дисциплинирует, и ты продвигаешься все дальше и дальше, ставишь новые, как бы, планки, вот, чтобы у тебя были новые показатели. Вот что касается, ну, танцев, которыми я занималась, да, тебе все равно хочется иметь ведущие роли какие-то, вот, быть солистом, потому что я танцевала в профессиональном ансамбле в дальнейшем, вот, и тебе хочется, чтобы все-таки вот эти сольные вещи, они были твоими. Для этого нужно приложить много труда. В тот момент, конечно, мне много удавалось, вот. И в Институте культуры я была, так скажем, студентка, подающая надежды, вот. И режиссер, который со мной работал, она так и говорила, Елена, у вас большие перспективы, вот, вам нужно продвигаться, ни в коем случае на этом не останавливайтесь, то есть продолжайте дальше, вот. Вот, и со мной работали педагоги, там, по речи, по актерскому мастерству, и все вы, ну, видели в том, что у меня большое будущее, то есть мне нужно продвигаться в этом направлении. А вы что ощущали во всем этом? Вам хотелось идти дальше, успехов добиваться? Ты, когда живешь в этом, находишься, конечно же, у тебя планы именно такие. То есть ты строишь дальнейшие перспективы в том, что ты пойдешь дальше. Конечно, я думала, что я буду поступать дальше, обучаться, вот. И поначалу я именно так, до определенного момента так и думала, что, да, я в этом буду развиваться. Это мое. И вообще я человек-праздник по натуре. Вот с самого детства я человек-праздник. Если я хотела, и мне было грустно вдруг и скучно, то я устраивала это сама себе самостоятельно. Я могла обзвонить всех своих подружек, и у меня уже праздник дома находится. Даже вот расскажу один пример из своего детства. Мне было 5 лет, и мама разрешила мне устроить день рождения. И она просто опрометчиво сказала, Леночка, пригласи всех своих друзей. Мама не поняла вообще, что она сказала, потому что она же не знала, что у меня друзья от возраста 5 лет до, не знаю, 65. И когда мама потом мне рассказывала, я это особо не помню, она говорит, и тут в течение дня пошли и подростки, и дедушка какой-то пришел, и бабушки, все несли подарки. А Леночка у вас живет? Да, мама говорит, я даже не знала, например, эту бабушку какую-то, она несет куклу. Вот это дедушка, он там еще что-то принес. И это, оказывается, все мои друзья вот собрались. Она говорит, я-то думала, ну, придут там девочки маленькие у меня. И мальчики-подростки приносили мне, голубей приносили в коробочке в подарок, потому что знали, что я очень это люблю. Там и стрижей выпавших, там из гнезда тоже мне. Вот, то есть праздник устроить для меня вообще не проблема. Это здорово, конечно. Отличный такой показатель коммуникабельности, да? Да, да. Что вы со всеми всегда находили общий язык. Елена, я знаю, что вы потом испытали такое ощущение пустоты. Вот скажите, откуда оно возникло? Ну, на самом деле, вот это ощущение пустоты, оно вообще присутствовало всегда. Да, вот этого неотвеченного вопроса и, ну, какой-то жажды и потребности. А что за вопрос? Вопрос, а что дальше вообще? Вот вообще для чего ты живешь? Есть ли вообще в этом смысл? Когда вот этот вот праздник заканчивается, ты понимаешь, и... А дальше что? И вот так и всегда праздник, и потом ты пустой. Ты выпил стакан и опять пить хочешь. Ты выпил стакан, и вот ты живешь от праздника до праздника. Вот это правда. Вот ты живешь как бы от мероприятия до мероприятия, там от концерта до концерта. Но домой ты приходишь, и нет у тебя, как скажем, покоя, настоящести какой-то, вот я так сказала. Может, этого слова не существует, но хочется какой-то настоящести, какой-то вот опоры. И ты проваливаешься, и не на что вообще, вот ты вот опустошенный. И чем тебя себя наполнить? Конечно, праздником. И ты опять вот давай в праздник. И ты вот раз, и пустота, раз, и провал. Как вы сказали, опоры, да, не хватало. То есть не было ее вот этой вот опоры? Вы ее не нашли ни в детстве, ни потом? Ну, позже это произошло. Если об этом речь, я нашла ее в Боге. У меня был вопрос определенный в моей жизни. Мне вздавал, волновал вопрос, что будет вообще с человеком после смерти. И я думаю, что многие люди этим вопросом задаются. Вот я умру, и все? 70 лет, а на этом конец? Вот черви меня съедят, и все? Для я вот для этого живу? И весь этот смысл в этом? И я своих детей буду рожать тоже для этого? Чтобы они вот какое-то время были и сгнили? Вот. Ты понимаешь, что, ну, это как-то неправильно. Хочется чего-то другого. А вам на этот вопрос, например, в детстве так никто и не ответил? Я спрашивала по этому поводу у своей бабушки. Мы с ними разговаривали. Я спрашивала бабуль, вот, а скажи мне, вот когда ты умрешь, ты ко мне будешь прилетать? У нас такое понимание, что наши, ну, когда ты до конца не знаешь еще ответы на этот вопрос, у тебя представление, что, ну, близкие должны знать, которые старше тебя, не знают ответы на этот вопрос. И вот бабушка мне говорила, Леночка, не переживай, я к тебе буду прилетать. И я так успокаивалась, думаю, все, бабушка ко мне прилетит, все нормально. Вот. Фу, она все скажет мне, как там это, жить дальше, подскажет. И я успокаивалась. Мне было как-то вот на этот момент достаточно этого ответа. Хотя внутренне все равно вот этот был вопрос. Неужели, ну, это, ну, это так? Как-то вот, ну, не хватало все равно, ну, конечной такой, как бы, точки. Вы даже озвучили такую мысль, что успех — это мишура. Да. И то, что вот есть, ну, то, что дальше происходит с человеком, да, вот хотелось бы узнать у вас, вот, в вашей жизни, что происходило дальше, когда вы поняли, что гораздо глубже, да, можно найти для себя ответы на этот вопрос. Вот расскажите о вашем дальнейшем пути, где же вы нашли ответ вот на этот вопрос, именно, который вас волновал? Я нашла ответ в Священном Писании. Я нашла ответ в Библии. Может быть, конкретно какой-то определенный пример. И вот именно я на этот вопрос и нашла ответ, что ты живешь здесь не напрасно. У тебя есть определенные, как бы, скажем, вот это время коротко отведено тебе для того, чтобы здесь и сейчас можно что-то изменить. Дальше будет поздно. Ты не властен над тем, что сделает червец твоим телом. Но ты властен здесь и сейчас. Делать что-то со своим характером, со своей душой. Вот. И когда я поняла, что, оказывается, это все в Боге, если ты находишь себя в нем, и ответы все у него, у тебя мир переворачивается. Вот говоря, знаете, есть такое высказывание, что у меня перевернулся мир с ног на голову. Я бы про свою жизнь сказала наоборот. Вот я была на голове, и вдруг я встала на ноги и поняла, можно жить по-другому. Ну, оказывается, вот оно, как должно все стоять. Вот оно, вот правда, вот оно жизни. И я понимаю, что люди, оказывается, ходят вокруг и не понимают, что они, у них перевернутые ценности. То, что добро для многих зло. То, что зло, наоборот, возвеличивается в добро. Думаю, поразительно вообще вот этот факт. И когда ты понимаешь, что все не так, ты вдруг ощущаешь, что вот оно, то настоящее, на чем можно стоять и делать что-то здесь сейчас с собой, с своей жизнью. Ты здесь властен над ней. Вот. Над своей семьей, над самим собой. Я также знаю, что у вас мама ходила в свое время на семинары по изучению Библии. И вот скажите, вы от нее какие-то моменты узнали? Или вы сами как-то подошли к изучению Библии? Это все благодаря моей маме. Нужно отдать должное, что вообще и в детстве она, не сказать, что прям православный человек, но однако она соблюдала некоторые праздники. Она ходила в храм. И вот этот шаг, так скажем, который я сделала, я благодаря ей тоже сделала. Потому что однажды она пришла и сказала, ты знаешь, будет тема, что будет с человеком после смерти. Если тебе интересно, пойдем со мной, почитаем, послушаем. И я, придя на эти встречи, я вдруг почувствовала такое ощущение, так вот оно то, что я искала всю жизнь. Вы не представляете, вот в течение этих сорока или часа, которые я слушала, мне казалось, что у меня просто как пленка разворачивается вот эта жизнь моя, и все встает в правильном контексте, как оно должно быть. До этого были пазлы, которые были все поперемешаны. У тебя не было картинки, у тебя просто что-то набросано, какой-то мусор. И ты вот ворочаешься в этом мусоре, пытаешься какой-то праздник делать, и все не то, все не то, никак не можешь найти. Ну где оно? И тут вдруг, в течение сорока минут, вот как будто у тебя вот картинка чик-чик-чик-чик начинает складываться. И ты вдруг вот эту вот выпуклую картину, как она там, компьютерная графика, вот знаете, книжечки такие есть, ты приближаешь, отдаляешь, и тут на тебя хоп, картинка. Так вот оно как. И ты видишь вот это чудо, так вот в Библии он прям вот вышел для тебя, вот так вот реально выпукло, и стал ощутимым, реальным, настоящим. Это чудо. Нельзя, мне кажется, передать это просто вот словами. Каждый проживает это самостоятельно. Это твой личный опыт. Да, 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 личный путь. Да, интересно. А вот скажите, как думаете, это именно Бог вам дал ответ на этот вопрос в тот момент? Это без сомнения. Без сомнения, что это все действия Бога. Потому что люди, к которым я обращалась даже, или где-то читала в книгах, или даже вот к бабушке с этим вопросом подходила, о каком-то смысле вообще жизни, или как бы, ну, настоящести такой, вот, они не могли дать на этот вопрос ответ. И именно Библия, она показала вот ту правду, то мы ее видим, но мы, так скажем, мы не облекаем слова, и мы как-то люди трактуем это все по-другому. Мы, получается, как-то белое за черное принимаем. А черное, мы говорим, это белое. И живем вот в этом вот иллюзорном мире, играем по этим правилам, соглашаемся, делаем вид, что так, это правильно, да, хорошо, масочку надели, да. Итак, Вера, ничего не верно. Ты внутри пустой. Ты приходишь разбитый. Ты вообще не напившийся. А когда вот это вот для тебя в Библии открывается, и Бог с тобой начинает вот Духом Святым говорить, ты понимаешь, вот оно, это ощутимо, это реально, и это жизнь. Расскажите вот ваши ощущения. Вот вы интересную мысль сейчас сказали, Духом Святым говорить. Что это значит для вас? Ну, мне кажется, что понятно, что это личный опыт каждого, потому что у каждого это свое проживание, вот, и как это было у меня, нельзя сказать, что прям тебе там в ухо, там Господь говорит какие-то слова, но ты внутренне, ты действительно как будто у тебя возникают мысли, в которые, ты понимаешь, ты бы никогда так не думал. Это совершенно тебе не присуще. Это не твои слова звучат в твоей голове, но они звучат. Вдруг раз, и они, тебе приходит такая мысль, такая, и ты понимаешь, это Дух Святой. Ты ранее никогда такими мерками или такими взглядами не обладал. Ты думал по-другому, что нужно делать вот так, наоборот. Ты должен идти к успеху по головам. Я хочу сказать, что даже в некоторые моменты ты начинаешь уже внутренне себя воспитывать. Что побеждает в этом мире? Тот, кто человек успешный, он где-то должен кому-то и на горло наступить. Вы сталкивались с этим? Да, и я даже сталкивалась с таким моментом, что я внутренне поняла, слабость — это плохо, мягкость — это плохо. Надо себе это гасить, надо учить себя где-то жесткости. Человек плачет, а ты иди дальше. Это его проблемы. А ты иди дальше, иначе как? И я начала в какой-то степени даже ломать себя. Я понимала, что более успешные люди те, которые именно так делают. И я вот достаточно мягкий, очень добрый, и с самого детства очень такой человек любвеобильный. В этот момент начала даже планомерно прорабатывать себя вот в этом направлении, что понимала, мне нужно идти дальше. В этот момент меня Бог нашел. Что бы я могла вообще с собой сделать? Своим характером, своей жизнью пойди я дальше. Я просто сейчас смотрю и ужасаюсь. Во что бы могла превратиться моя жизнь? Расскажите, как вам удалось справиться с этим внутренним конфликтом, когда вы уже будучи, да, вам же на тот момент было 18 лет, когда вы осознанно уже пошли на путь вот этот, да, к Богу, и другой путь, который вы понимали, что ведет к внутреннему вот этому конфликту. Что вы испытывали в тот момент, и что вы предприняли, чтобы уйти вот с этого неправильного пути? Ну, мне кажется, на мой взгляд, что конфликта не было. Потому что когда в сердце вошел Бог, и ты понимаешь, что это правда и истина, ты просто таешь, как воск. И ты понимаешь, все было неправильно. И это все неверно. Это все ненастоящее. Это замок, который рушится. Это просто песок, который просыпается сквозь пальцы. Ты не можешь это... Это ненастоящее все. Это все вот это мешуа, которое просто сгорит. Реально. И конфликта не было как такового. Наоборот. Сердце настолько вот размягчается и тает, вот в любви Божией, что ты даже хочешь этого, чтобы это было. И ты хочешь еще и еще. И ты идешь за этим вновь и вновь. И ты хочешь сказать, люди, можно жить по-другому, оказывается, все не так. Все совершенно не так. Посмотрите, посмотрите, мир другой. Мы стоим на голове. Перевернитесь. И все вот как замороженные, знаете, они вот так в анабиозе находятся. И не понимают, что тебя не устраивает. Все нормально. Мы все живем, все отлично. Что с тобой происходит? Наоборот. Что с тобой творится? Ты неправильную жизнь выбираешь. Ведь вот путь, по которому надо как бы следовать. К пути успеха. И мне, например, преподаватели говорили, Лена, ты губишь свою карьеру. Что ты творишь? Одумайся. О чем? Ты как вообще жить будешь? Что ты делаешь? У тебя такие перспективы. Остановись. Ты не реализуешь. Ты вообще семью собираешься создавать? Ты о чем думаешь? А вы что отвечали в такие моменты? А я говорила, Бог усмотрит. Бог усмотрит. Потому что именно в Священном Писании есть эти слова, и они так четко прозвучали в моем сердце. Бог усмотрит. Я знала и была на сто процентов уверена, что Бог меня не разочарует. Если Он открыл мне такую правду, Он меня не разочарует. Может, и человек может разочаровать, предать. А Бог восстанавливает. Бог из тебя мертвого, холодного, просто распавшегося. Вот эти обломки, куски собирает. Потому что то, что ты внешне представляешь, это картинка хорошая, красивая. Но никто не знает тебя внутри настоящего. Что внутри тебя? Насколько ты распался там, и у тебя нет ответов. И никто тебя не залечит. Но только Господь вот может действительно вот своей рукой прикоснувшись исцелить сердце, исцелить разум и исцелить твою жизнь. Это чудо, которое, ну, это непостижимо. А вот это вот достигаторство такое внутреннее, которое было еще присуще тогда вам, юной, оно как-то сохранилось, будучи уже в Боге? Я считаю, что да. Ну, как достигаторство? Ты понимаешь, наш Бог настолько велик и удивительен, и силен, что тебе, конечно же, хочется слушать наш Бог, успешный Бог. И тебе хочется об этом говорить всем. Да, и мне хочется и в своей жизни тоже об этом говорить. Но я хочу сказать, что я все равно состоялась как человек. Да, я состоялась как... Во многих компаниях я работала и достаточно успешно. И во многих компаниях я была на руководящих должностях. Но это тоже все благодаря Богу. В некоторых компаниях, помимо того, свои прямой обязанности, например, даже мне назначали ответственность за добрые дела. Почему? Ну, потому что видели, что внутри все равно меня действует Господь. Как можно это поручить человеку? Вот ты, например, ведущая компания, тебе говорят, ты будешь ответственной за добрые дела. Они понимали, что внутренне. Они не понимают, что внутри тебя вот Дух Божий присутствует, и ты можешь этим заниматься. Расскажите, ваше отношение к успеху вот в ходе вот этих всех событий, да? Как оно поменялось? Что произошло? Ну, ты понимаешь, что успех настоящий это не то, что можно пощупать, что можно поставить в своей собственной квартире, или где-то ты увидишь на парковке свои машины. Это не этот успех. Потому что это вот буквально сейчас, несколько минут назад мне позвонили дети, сказали, мы попали в аварию. Я думаю, какой кошмар. Вы живы, целы, слава Богу, все. И я понимаю, что самое главное — это жизнь. Вот если жизнь мы сохраним не просто физически, а в Боге, вот это успех. Чтобы через 70 или 80 лет, когда я вот проживу свою жизнь, и когда меня уже здесь не станет, да, я буду, прощаясь с этим миром, знать и понимать, что я иду к Богу. Я иду в руки Отца. И я не боюсь этого. Потому что это не конец. Это только начало. Да, полностью согласна с вами. А скажите, Елена, как думаете, вообще плохо ли стремиться к успеху? Потому что сейчас это вот такая современная тенденция, когда мы активно пытаемся, несмотря на какие-то препятствия, стремиться к нему всеми силами. смотря, мне кажется, какая цель, что во главе этого всего стоит, чем человек мотивирован, вот, и каким образом он вообще это делает. Вот. Если для него сама цель только приобретение или карьера, или, ну, какие-то вещи материальные там, как я уже сказала, это всё можно протрясти элементарно даже сквозь, например, болезнь. Приходит страшная болезнь в твой дом, и ты понимаешь, что всё это тебе сейчас не нужно. И единственное, что важно для тебя в этот момент, например, чтобы тебе помыли голову. И тебе хорошо от этого. И ты понимаешь, что успех, его не измерить средствами, вещами какими-то, это не про это. Успех в том, что ты, ну, как скажем, знаешь и понимаешь, что у тебя есть нечто нематериальное, которое ты не потрогаешь руками. Ты не скажешь это даже словами. Да? Но когда ты, как человек, вот ты как бы запечатан, законсервирован в Боге, вот это твоя опора, вот это успех, вот это важно. Но это я сейчас понимаю. Понятно, что в юности или, ну, ранее не знав Бога, я считала всё это по-другому. Что это большая глупость, это удел людей недалёких, глупых. Вообще, если бы мне в тот момент сказали, Лена, ты будешь читать Слово Божье, и вообще ты будешь верующим человеком, я бы сказал, что? Что за глупость? Вы вообще о чём? Такого быть не может я и Слово Божье, да никогда. Нет. Это не про меня. Вот. Сейчас я говорю, да и аминь. Это про меня. И я очень этому рада. И здорово, что вы осознали, что жажда неутолённая, да, которая тянулась достаточно большой промежуток времени, она восполнима только Господом. Да, только Богом. Я бы хотела ещё зачитать такую цитату из Священного Писания. «Всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Что вы думаете по этому поводу? Да, я согласна с этим. Это же первенство, это же соревнование. И как вот я ранее сказала, это где-то ломка самого себя, потому что ты действительно, глядя на другого человека, ты понимаешь, так, а мне надо лучше, я первый, я должен сделать это лучше, выше, дальше прыгать, так как раньше там говорили, лозунги писали. Но сталкиваясь с Богом, ты понимаешь, что нет, человек человеку не враг, человек человеку друг и брат. И лучше, когда этот успех или вместе идти, потому что вообще человек – существо социальное. Вот если он даже и достигнет чего-либо, какого-то успеха, но не с кем его разделить, этого успеха, то не с кем порадоваться. Ты вот сидишь, и что? Ну, прыгаешь здесь от радости, что ты такой молодец. А где твои друзья? Где твоя семья? Это очень нужно ведь. А если ты будешь постоянно как бы жить вот в этой зависти, соревновательстве, от тебя отвернутся люди. Где-то кто-то будет с тобой играть, но тех близких, настоящих людей рядом с тобой не будет. И потеря этого, мне кажется, более глубокая травма для человека. Мне кажется, когда ты в Боге, у тебя меньше людей, которые тебе завидуют. И даже если и они видят это, мне кажется, Господь дает тебе мудрости такую коммуникацию выстраивать с людьми, что они не становятся твоими завистниками, они становятся твоими сотрудниками и вообще твоими друзьями. Может быть, Господь это давал. И сказать, что людей, которые как бы завидовали или как-то там вот палки в колеса мне вставляли, мне кажется, вообще мне повезло с людьми в жизни. Как-то вот сложилось так. Я в какой коллективе не прихожу, везде мне хорошо. Вот. И я люблю людей. И меня очень уважают и любят. Вот. И наоборот. Если, например, мне приходится менять место работы, то наоборот люди страдают и даже плачут. У меня был такой последний из опытов, расскажу, что я меняла место работы, уходила на другое. Вот. И у меня провизор в компании, в которой я работала, когда я сказала эту новость, она мне говорит, Ирина Васильевна, лучше бы вы были беременны, чем вы от нас уходите. Вот. И потом смотрю, ее нету и нету, нету. И через какой-то момент захожу, а она стоит и плачет в туалете. Говорю, Ольга Викторовна, я же не умерла. Я просто перехожу на другое место. Я приду к вам всегда. То есть когда о тебе вот так вот люди плачут, хотя ты, может быть, где-то им конкурент, где-то у тебя больше высокие показатели, но ты все равно, это Бог делает так, что ты становишься для них другом. Вот это очень ценно. Да, и аминь. Я вот хотела бы добавить, потому что это очень важно, когда ты действительно становишься другом в любом обществе. и вот когда тебя уже воспринимают, да, так вот мягко, спокойным сердцем. Ну, вообще, мне кажется, люди чувствуют твою любовь и отношение к ним. Если ты с ними добр, если ты готов прийти на помощь, если ты как сотрудник в своей компании говоришь, вот, 24 на 7, я приду на помощь, я встану в проломе, я сделаю все, что нужно там для компании, они видят твою целеустремленность, и они понимают, за тобой стоит Бог, стоит ее послушать. О чем это вообще? Почему она такая? И они очень готовы вообще говорить с тобой на эти темы, что удивительно. Хотя в нашем обществе вроде непривычно и не принято говорить о вере, но они задают эти вопросы после того, когда ты докажешь делом, что ты человек слова, ты человек исполнительный, надежный, на тебя можно опереться, ты не подведешь, вот тогда они идут с тобой на контакт. Илья, скажите ваше мнение, как думаете, для чего или для кого люди сейчас пытаются быть успешными? Мне кажется, это собственное эго, собственное я, самоутверждение, себя, любимого, красивого, дорогого, и мне кажется, все сейчас, все трубит о том, что я — это самое главное в жизни, вот для чего люди это делают, для самого себя, для своего эго. Мне кажется, другого не ответишь на этот вопрос. Есть такая цитата, в Священном Писании сейчас процитирую, «Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху». Значит, может быть, успех угодный Богу? Получается так. Верная фраза, да. Это успех угодный Богу. Вот это вот настоящий успех. Вот если он в Боге, то это успех. Если ты приносишь пользу людям, если ты реализуешься не просто для себя, для себя как бы вот просто я и все, вот, но если ты и твоя семья, если ты и твои друзья, если ты там, твоя компания, в которой ты работаешь, твои сотрудники, с которыми ты работаешь, вот это успех. Когда у тебя случится беда, да, говорят, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Это тоже говорит о том, кто ты, и говорит о твоем христианстве, о твоем Боге, настоящем. И в Священном Писании написано, если любите меня, да, соблюдите заповеди мои. Но ведь он говорит, есть заповеди возлюбия ближнего твоего, как самого себя. И если ты ближних не любишь, это не настоящая как бы успешность или правда жизни. это не об этом. Елен, я знаю, у вас две дочки. Да. Вот скажите, вы вообще их учили, стремление к успеху в Боге? Да, у меня замечательные дочери. Они у меня очень целеустремленные тоже. Вот. И если ставят цели, они тоже достигают. Вот. Старшая Юля, младшая Викуля. Вот. Юля закончила университет с красным дипломом. Это уже говорит о том, что да, мы учили их, учиться хорошо. Викуля училась у нее. Очень сложное, тяжелое направление. Она инженера гидростанции, гидросооружений. Вот. То есть это очень тяжелое такое направление. Высшая математика, инженерная графика. То есть это много нужно усилий прилагать. Одно то, что она была на курсе, их было буквально четыре девочки, остальные мальчики. То есть это конкуренция такая серьезная. И доходят до конца, там буквально единицы до конца учебы. То есть это говорит, что она дошла до конца. Это говорит о том, что человек очень целеустремленный. То есть что-то передалось все равно нашим детям от нас, от нас, от родителей. Вот. Но при этом они тоже нашли себя в Боге. Вот. Они уже замужем, их семьи в Боге. И они очень активны в служении, посвящении. И меня радует даже не то, что, да, в какой-то степени они тоже уже успешны в жизни, потому что у одних свой бизнес уже есть, другая тоже как бы занимается своим делом. Вот. Не это меня в первую очередь радует. Меня в первую очередь радует, что они знают Бога. Вот это меня, это мой покой. Да, слава Богу за это. Елен, последний вопрос хочу задать вам. Как обрести успех, угодный Богу? Единственный ответ, который можно дать на этот вопрос, это Священное Писание, и это Господь. То есть успех достигается только в понимании того, что твоей жизнью, твоим смыслом руководит тот, кто стоит над тобой. Не думай, что ты властен над тем, что здесь сейчас. Ты не властен. Один миг, и тебя нет. Секунда, и ты исчез. Весь твой успех исчез. Все рассыпалось, все растворилось. Человек очень хрупок. В прошлом году я сломала позвоночник. У меня были большие планы. У меня много было проектов, которые я должна была сделать. Скользкие ступеньки, мраморная лестница, несколько ступенек, и позвоночник дреснул. Ну, сломался. Все. Все планы. Я могла бы быть на коляске. Но Господь, Богу были другие планы. Чтобы я сегодня с тела разговаривала с вами. Да, слава Богу за это. В чем успех? В Боге только он. Поэтому говорить о том, что я пойду, свершу. Да, ты сделаешь это. Если Бог это тебе разрешит сделать или допустит, это будет в твоей жизни. Возможно. А может быть и нет. Ты, может быть, не откроешь глаза. Через секунду тебя не будет. Я очень ощутила вот эту хрупкость именно в момент этого падения, когда лежала на постели. Думаю, какие мы на самом деле действительно очень уязвимые. Вот бы ты встал сейчас и расчесал волосы. А ты не можешь. Вот бы ты встал и попил воды. А ты не можешь. Ты до стакана не можешь дотянуться. У тебя нужна помощь. Вот и все. Вот вся твоя сила, весь твой опора, как бы, там, может быть, власть какая-то, или если ты руководящую должность какую-то занимал. Вот и все. И теперь ты зависим. Поэтому еще раз повторюсь, что, не имея Бога, мы без Него просто, ну, пар появляющийся, какое-то время и исчезающие. Все, и растворились. И никто не вспомнит о нас. Да, я абсолютно согласна с вами, что наша жизнь, она очень хрупкая, уязвимая. И только доверяя Богу свою жизнь, можно обрести настоящий успех. Да. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. За то, что вы нашли время, приехали к нам и рассказали такую искреннюю историю. Спасибо большое за встречу. Мне было очень приятно с вами общаться. Я рада была, что могла что-то рассказать для вас. Спасибо. Благословения вам. Спасибо большое. Мы можем быть успешными в жизни, но при этом испытывать страх и острый душевный голод. Если же мы обратимся всем сердцем к Господу, Он восполнит всякую нужду. Как сказано в Священном Писании, я, Едмь, хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать и верующий в меня не будет жаждать никогда. Благословения вам. Редактор субтитров А.Семкин